МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С последними событиями к этому часу в студии телеканала Север Ольга Русул. Здравствуйте в этом выпуске. Включение карской губы в состав северного рыбохозяйственного бассейна решит проблему рыбаков на востоке округа. Всемирный день окружающей среды в Нарьинмаре отметили экологической акцией в окрестностях города. Юбилейной прожаркой открыли летний сезон в Ненецком округе. В центре арктического туризма состоялась битва мангалов. Избрали делегата на съезд партии. В Нарьинмаре прошла региональная конференция Единой России. Делегатом стал депутат Архангельского областного собрания, председатель СПК РК Заполярье Михаил Кисляков. 20-й съезд партии «Единая Россия» состоится в Москве 19 июня 2021 года. На нем утвердят списки кандидатов, которые пойдут на выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 года. Михаил Кисляков стал победителем по федеральному избирательному округу по партийному списку предварительного голосования по отбору кандидатов от «Единой России» на выборы в Государственную Думу в сентябре этого года. За него проголосовали более 38% человек от общего числа избирателей, принявших участие в голосовании. Определились лидеры в этом голосовании. Вот тот, кто победил, естественно, по одномандатному избирательному округу, или по списку, те и пойдут, естественно, никаких тут других мнений быть не может. Кроме того, мы проведем ротацию в региональный полицовет, проведем ротацию президиума нашей партии, то есть пройдут такие организационные мероприятия. В ходе конференции единороссы обсудили итоги предварительного голосования и подготовку к предстоящим выборам. В оргкомитет за время подготовки к предварительному голосованию, его проведении и после него не поступило ни одной жалобы. Ни от кандидатов, ни от избирателей. Мы можем говорить о том, что это уже складывается система, и ясная система отбора кандидатов. Мы понимаем, выбираем тех кандидатов, которые впоследствии мы будем, партия будет выдвигать и дальнейшие избирать на выборах в Государственную Думу. Отобрали достойных. Кроме того, региональное отделение партии обновило состав полицовета и его президиума. Открытым голосованием делегаты конференции вывели из состава регионального полицовета и его президиума двух человек – Александра Цибульского и Павла Окладникова. Вместо них на конференции были предложены в региональный полицовет и президиум глава региона Юрий Бездудный и депутат горсовета Олег Плесовских. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал «Север». Минсельхоз России утвердил новые правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна. Документ вступит в силу с 1 сентября 2021 года. В новую редакцию правил вошли предложения от Ненецкого автономного округа, разработанные с учетом мнений окружных рыбаков. Одно из самых важных предложений Ненецкого округа, поддержанных на федеральном уровне – включение карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна. Напомним, такая договоренность была достигнута на встрече губернатора Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного с руководителем Федерального агентства по рыболовству Ильей Шестаковым. Включение карской губы в состав Северного рыбохозяйственного бассейна решит проблему, которая долгое время была общей для рыбаков восточной части округа. Жители прибрежных поселков Усть-Кара, Амдорма не могли законно заниматься любительским и традиционным рыболовством. Это, безусловно, приоритет номер один был добиться справедливости и включение у нас карской губы в правила Северного рыбохозяйственного бассейна. Для чего этого было нужно? Потому что в свое время из-за того, что данный конкретно участок выпал из правил, местные жители лишились законного права осуществлять любительский промышленный лов. На текущий момент мы получаем то, что та работа, которую мы инициировали совместно с Росрубовством, Росрубовство нас услышало, и данные изменения были полностью поддержаны. Также вступлением в силу новых правил рыболовства жители Ненецкого округа, зарегистрированные в сельских поселениях, расположенных на Печоре, смогут ловить рыбу ставными сетями в любом месте на реке без привязки к населенному пункту. При этом длина сетей должна быть не более 50 метров, высота не более 3 метров. Правила действуют с 1 декабря до разрушения ледового покрова реки. Кроме того, новая редакция документа позволит оленеводам заниматься рыболовством для личных нужд, водных объектов рыбохозяйственного значения, расположенных на маршрутах качевий, временных стоянках и промежуточных базах в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и на особо охраняемых территориях. 5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Такое решение было принято Генеральной ассамблеей ООН в 1972 году. В России праздник отметили различными экологическими акциями. Елизавета Кабанова продолжит тему. Экологическая акция «Береги лес» уже стала доброй традицией в Ненецком округе. В организованном субботнике принимают участие как коллективы организаций, органы власти, так и общественники. Для генеральной уборки в этом году выбрали лесной массив в окрестностях Наринмара, где часто отдыхают горожане. За каждой организацией органы исполнительной власти распределяются участки, и они уже принимают участие в акции. Убираем мусор, складируя в контейнеры, а контейнеры в дальнейшем уже вывозятся на полигон. В целом, что хотелось бы отметить, мы сегодня видим, что даже в сравнении с прошлым годом мусора стало намного меньше. Это говорит о том, что растет осознанность, и люди в целом более ответственно относятся к тому месту, где проживают и отдыхают. В Ненецком округе уделяют много внимания экологическому воспитанию населения. В течение года проходят различные акции, такие как «Посадить дерево» и «Чистые берега». Основная их цель – воспитать и сохранить бережное отношение у людей к природе. Крайний север все-таки, такая природа очень чуткая. И действительно, близлежащие места, около Наринмара, они очень были в последнее время захламлены. И хорошо, что сейчас, как бы сказать, народ проявляет такую активность именно в уборке. И не просто даже организованно, а когда многие, когда выходят просто на природу отдохнуть, тоже собирают мусор, мы тоже так вот и делаем. И поэтому вообще надо природу Крайнего Севера беречь. У нас ее не так много здесь, где и мест отдыха не так много. Поэтому мы не такие, наверное, на природу богаты, чтобы так вот и разбазариться. Ее надо хранить. Выезжая на природу со своей семьей и друзьями, не забывайте убрать мусор после себя. Подавая правильный пример подрастающему поколению, мы не только формируем у них привычку беречь природу, но и делаем окружающий мир чище. Елизавета Кабанова, Антон Водряков, Телеканал Север. Кулинарный поединок в Центре арктического туризма в эту субботу прошла пятая юбилейная битва мангалов. Ее участники в этот день готовили изысканные блюда по собственным рецептам на территории Центра. О том, как прошло самое вкусное состязание в материале моего коллеги Василия Хатанзейского. В Центре арктического туризма проходит традиционная битва мангалов, в которой посостязаться в приготовлении мяса на огне может любой желающий. В этом году прожарка проходит уже пятый юбилейный раз. И с каждым годом масштаб мероприятия и количество участников растет. Юбилейная прожарка – название очередной битвы мангалов, которая по традиции открывает летний сезон в Центре арктического туризма Ненецкого округа. Сегодня у нас проходит пятая юбилейная битва мангалов. Это традиционное мероприятие наше, которым мы открываем летний сезон. Команды соревнуются в том, в своих кулинарных навыках на открытом огне, на гриле. Не секрет, что у нас многие жители с наступлением лета массово устремляются в леса. И на этом мероприятии наша команда демонстрирует все свои навыки, все свои какие-то необычные рецепты, необычные блюда. Команда «Полярная звезда» заявилась на конкурс впервые. Идея принять участие пришла спонтанно, но любители вкусной, а главное – полезной еды приготовили идеальный стол для зожников. У нас сегодня в программе очень много, ну достаточно большой ассортимент блюд. Наш уклон, конечно, на то, чтобы блюда были все здоровые и из местных локальных продуктов по возможности. Поэтому мы воспользовались лениной, из которой сделали фарш из ленины. Запихали это все в шампиньоны, добавили туда зелени. То есть это очень вкусно, диетично и будет великолепно, подходите пробовать. Второе, что мы делаем, это не традиционно для шашлыка, но мы делаем такие очень здоровый, классный перекус из куриных, вот уже готово, из куриных сердец. То есть это тоже диетично, это с овощами, это полезно. Локальные продукты мы используем, солнышко, то есть салаты, все листы салата, вся зелень у нас с наших местных фермеров, производителей здесь, на Ринмаре. В гастрономическом шоу участвовали семь команд. Все участники приготовили большое разнообразие блюд на огне. Все кулинарные шедевры были оценены компетентным жюри. Сегодня мы будем оценивать, конечно, творчество обязательно, потому что, ну, как правило, собрались не профессионалы, а больше любители, любители готовки, любители жарки, так сказать. Поэтому будем оценивать больше, конечно, и творческий, как подали команду, приветствие и так далее, девиз. Ну и, конечно, по вкусовым качествам. Вкусовые качества тоже они мало значат. Ну и подача, подача, соответственно, можно ведь приготовить не очень, а красиво подать и уже влюбляешься в блюда. Зрители с нетерпением ждали, когда представленные блюда продегустируют жюри, чтобы затем самим их попробовать с аппетитом. В этом сезоне абсолютным победителем конкурса стала команда «Шальной шампур». Ребята уже не первый раз участвуют в битве. Но в этом году они удивили всех своими гастрономическими изысками. «Традиционно это будет первое мясное блюдо. Также у нас сегодня будет десерт и много овощей. А десерт вы можете посмотреть. Здесь у нас будет груша. Груша сделана в лимонаде. Детям очень нравится. Забегая вперед, я открою вам завесу тайны. Это будет не просто мясо, это будет шаурма. Шаурма. Как мне помнится, на этих мероприятиях еще никто не готовил данное блюдо, и мы остановились на нем. Потому что людей надо удивлять. Постоянно, скажем так, такие там шашлыки, ребрышки, это, как сказать, люди устают от этих блюд. Нужно развиваться, креативно подходить к этому вопросу». Юбилейная прожарка удалась. Всечлены жюри и гости праздника хорошо провели время за дегустацией блюд и участием в игровой программе. Битва закончилась чествованием победителей. А изюминкой праздника стал большой торт в виде шашлыков на мангале. Василий Хатанзейский, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Занимательные каникулы для одаренных детей. В детской школе искусств открылась летняя творческая школа «Дети Севера-2021». Проект реализуется педагогами образовательного учреждения уже третий год. Юные таланты здесь не только отдыхают, но и занимаются музыкой под руководством опытных и именитых наставников, академиков и профессоров. Юные музыканты из детской школы искусств, затаив дыхание, слушают выступления профессионалов. Пианист Максим Сумароков – ученик четвертого класса музыкальной школы. Мальчику нравится, что даже на каникулах отдых можно совмещать с занятиями музыкой. Очень разнообразные занятия. В один день одним занимаешься, в другой день уже другая тема идет. А какое твое любимое произведение, которое ты сам играешь, и насколько легко оно тебе дается? Мое самое любимое произведение – это соната номер 20, часть первая у Бетховена. Оно мне очень нравится. Соня Кожевина учится играть на балалайке. Говорит, что очень любит свой инструмент и мечтает стать виртуозом. А пока наслаждается активным и познавательным отдыхом в творческом лагере. В летнем лагере, получается, мы ходим на концерты. Всякие нам дают мастер-классы, преподаватели. И мы, например, ходим, ну, в артишок там кушать, играем. Сегодня для воспитанников музыкальной школы играют преподаватели из Саратовской консерватории. Владимир Левицкий – старший преподаватель кафедры специального фортепиано. И Кирилл Ершов – концертный исполнитель, дирижер, профессор кафедры дирижирования вокально-дирижерского факультета. Это заключительное мероприятие с участием гостей. До этого в течение трех дней они проводили для маленьких северян мастер-классы. Все мероприятия проходят в рамках летней творческой школы для одаренных детей. Дети очень хорошие. Дети здесь не зажатые. Они активные, они воспринимающие, они очень увлеченные. Поэтому, конечно, у всех разные способности. Но есть те, которые очень способны, кому, конечно, стоит продолжать заниматься. И в дальнейшем куда-нибудь поступать после музыкальной школы. Я знаю, что на районе Марии вроде бы нет училища. Но, возможно, куда-то дальше, в другой город, может быть, к нам. Вот педагоги их очень здорово сумели заинтересовать. Поэтому вот они были на мастер-классах, реагировали абсолютно сразу. Им было все интересно. Им интересно было узнать о том инструменте, на котором они занимаются, больше. Собственно говоря, мастер-класс, вот эта летняя школа, она работает на перспективу для этих самых детей. Правильно? То есть приезжают профессиональные музыканты и слушают, и дают свои советы. А уже на следующей неделе с юными музыкантами из летнего творческого лагеря будет заниматься преподаватель Московской кафедры струнных инструментов Российской Академии музыки Равшан Меткулиев. Образовательное пространство позволяет нам, во-первых, занять детей в летний период, а во-вторых, повысить профессиональный уровень не только учащихся, но и наших преподавателей. Потому что на мастер-классы разрешено посещать всем преподавателям, которые работают в детской школе искусств. То есть территория вот этого мероприятия, она очень расширяется. И мы решаем очень много задач, когда проводим такие мероприятия. Очень замечательно, что на краю земли, на краю нашей Российской Федерации проводится такое замечательное мероприятие, и что оно у нас в этом году реализовано, реализуется на таком хорошем уровне. Концерт закончился обменом подарками. Летняя творческая школа для одаренных детей будет работать до 11 июня. А сразу после концерта профессор Кирилл Ершов в торжественной обстановке вручил педагогам, прошедшим обучение в Саратовской академии в рамках проекта «Культура. Сертификаты». Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Празднование самого детского дня в году продолжилось в минувшую пятницу. Перенесенный с 1 июня из-за погодных условий, детский праздник прошел в парке «Юбилейный» 4 июня. Ребят здесь ожидало множество интересных развлекательных площадок. В этот день парк «Юбилейный», любимое место отдыха на Ринмарской детворы, светился не только от лучей солнца, но и от детских улыбок. Праздник начался с зажигательного флэш-моба с участием активистов российского движения «Школьников». В наши площадки приходят танцевальные игры, различные игры на командообразование. Также мы вначале станцевали флэш-моб и открыли праздник детства. Праздничное гуляние, посвященное Международному дню защиты детей, было организовано на этой площадке молодежным центром Ленинского округа. Сейчас у нас проходит большой, можно сказать, праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Он должен был состояться 1 июня, но погода внесла свои коррективы, и мы перенесли этот праздник детства на сегодня. Сегодня погода нас радует солнышком, но думаю, что ветер нам не помеха. В программу у нас входят несколько блоков. У нас есть танцевальный блок. Вот сейчас РДШ проводит свою игровую программу и свой флэш-моб. Также у нас есть площадка, открытая тренировка по воркауту, в которой могут ребята, все желающие, присоединиться и научиться каким-то азам уличного спорта. Есть игровая площадка, где у нас несколько конкурсов, например, воздушный дартс, где нужно шарики выбивать дротиками. Также у нас проходит кинотеатр для ребят в большой палатке. Есть несколько палаток от Ненецкой нефтяной компании. Есть аквагрим. В принципе, я думаю, что здесь для любого ребенка с различными интересами найдется площадка по душе, и в конце у нас будет большое такое красивое, веселое завершение всего этого праздника – это дискотека. У нас будет проходить танцевальный батл от школы танцев «Лу Дэнс Фэмили». К нему тоже можно присоединиться, всем желающим. Организаторам детского праздника удалось реализовать все планы и провести мероприятия на высоком профессиональном уровне. В районе двух недель у нас подготовка шла. У нас шли переговоры с общественными организациями, чтобы они показали здесь свои достижения, свои умения. А также пошли переговоры по поводу места проведения. На празднике была представлена выставка мотоциклов. Ее организаторы – члены общественной молодежной палаты. Все желающие могли оседлать железного коня и сделать фотографию на память. Устроили небольшую выставку для детей, для подростков. Ввиду празднования Дня защитника детей. Показать технику, чтобы рассказать детям, что за техника, как устроена. Привлечь, так сказать. Популяризация у нас идет мотокросса в округе, чтобы объяснить, что надо ездить безопасно, на дорогах нельзя ездить, если нет прав и оборудованных техники. Или чтобы привлечь детей, чтобы были заинтересованы, чтобы как-то отвлечь от подъездов, может быть, еще что-то, чтобы занимались спортом. Давно полюбившийся детворе аквагрим ждал гостей праздника на одноименной площадке. Члены клуба юных журналистов при редакции Нарьянам Виндер наносили красивые яркие рисунки всем желающим. Маша Хабарова является юнкором с 2019 года. В год добрых дел мы решили летом рисовать детям аквагрим. Мы стараемся быть очень активными и чтобы нас замечали все. Если вы очень хотите коммуникабельности и знакомства с новыми людьми, это, пожалуйста, приходите к нам. У нас очень много всего, всех таких организаций. Развлекательные мероприятия для детей и подростков приобретают еще большую актуальность в период летних каникул. Насыщенный сезон ждет специалистов молодежного центра. Сейчас начались каникулы и нам хочется сделать каникулы всех ребят, детей более яркими, насыщенными, чтобы они не просто сидели дома, играли в компьютеры или слонялись по улицам, а принимали участие как раз таки в активных видах деятельности, узнавали о деятельности также молодежного центра, в том числе, приходили к нам на наше мероприятие. И просто подарить им праздник и хорошее настроение. Множество увлекательных площадок радовало юных жителей Наринмара в парке «Юбилейный». Мобильный кинотеатр, электромобили, игра «Крестики-нолики», лазер-так, танцевальный баттл, конкурс рисунков на асфальте и открытая тренировка по воркауту. Катрина Тайбарей, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». На этом у меня все. Далее прогноз погоды. Оставайтесь с нами на «Севере». Продолжение следует. Продолжение следует.